Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами интереснейшее видео. Будем краситься бюджетной косметикой. Попробуем мое лицо более-менее преобразить. Конечно, у меня есть много недостатков. И покраснение, и прыщики, и старые следы постакны, и новые, расширенные поры, черные точки, морщинки. В общем, от этих недостатков, к сожалению, никуда не спрячешься. Так что сегодня попытаемся бюджетной косметикой приукрасить мой внешний вид. Начну, пожалуй, с того, что покажу вам те продукты, которые я буду использовать в сегодняшнем видео. Первое, это тональная основа. Вот такая вот от Revlon. Называется Color Stay. 24 часа стойкости. Дальше, вот такая вот помадка для бровей от Evelyn. Румяна от Glam Bee. Хайлайтер от Glam Bee. Жидкий глиттер от LN Professional. Пудра от Glam Bee. Румяна от Lamelle. Затем трое теней от Glam Bee. Еще есть у меня вот такие вот тени от Glam Bee. Помада Glam Bee. И двое карандашей для губ. А также есть у меня вот такая вот подводка жидкая для глаз от бренда Reluie. Все эти продукты я покупала на сайте Eva. Можно также некоторые продукты купить на сайте Makeup или в любом магазине Eva. Для создания сегодняшнего макияжа мне, конечно же, понадобятся все мои кисти. Храню я их вот в таких вот баночках. Это баночки с под обычных бальзамов или с под масок для волос. В общем, безотходное производство. Очень удобно, практично. Свою кожу я никаким образом не подготавливала. Просто умыла, зачистила лицо и нанесла совсем немножечко дневного увлажняющего крема. И в принципе все. Тональный крем хорошенечко встряхиваем. Выдавливаю. Ну, лично я выдавливаю на руку, а вы делайте так, как вы привыкли. Тональный крем я нанесла. Вот так вот смотрится мое лицо. Уже с нанесением тонального крема действительно вид моей кожи стал намного лучше. Хотя этот тональный крем наглухо все мои недостатки, конечно же, не перекроет. Хотя бы потому, что вот здесь вот находятся очень крупные такие следы от прыщей. И в принципе ни один тональный крем их наглухо не перекрывает. Да, в принципе, я не люблю такое покрытие. Вот такого вот покрытия мне хватает с головой. Кому недостаточно такого покрытия, можно дополнительно нанести консилер или корректор. Ну, кто как предпочитает, так в принципе и пользуется. Мне вот такого вот покрытия хватает с головой. В обычном макияже дальше я наношу пудру, румяной, потом уже все остальное. Но сегодня предлагаю начать с бровей, потом сделать макияж глаз. Если вдруг тени осыпятся, мы подправим их при помощи тонального крема. И только потом уже зафиксируем пудрой. Для бровей я решила взять помадку от Evelyn. Я ее купила уже очень давно. Она явно уже больше года у меня. Честно говоря, я думала, что она уже давным-давно засохла. Но на самом деле это не так. Она очень влажная. Вы посмотрите, прям очень влажная. И она абсолютно никогда не застывает. Она не засыхает. Даже если хранить ее в холодильнике, она все равно вот в таком вот влажном виде. Наверное, из-за этого мне ее не совсем удобно работать. Но в целом я думаю, что сегодня мы как-то с этим справимся. Сейчас я вам сделаю сводчик этой помадки. Буду набирать очень аккуратно. Цвет у нее красивый, правильный. И не рыжий, и не слишком серый. Вот прям идеальный оттенок. Знаете, я бы сказала оттенок Taup. Вот как-то так. Но очень прикольный такой цвет. Но красить брови я буду вне камеры. Потому что мне так работать на камеру не совсем удобно. У меня в принципе всегда в обычной жизни брови получаются разные. Но, наверное, потому что я все-таки не визажист. Я не профессионал в этом деле. Как умею, так в принципе и пользуюсь. Поэтому я сейчас отлучусь на пару минут, сделаю бровки. А затем уже вернусь к вам. Вот так вот выглядят брови только с нанесением помадки. Цвет довольно-таки насыщенный. Несмотря на то, что текстура очень жидкая, в принципе нанести получилось нормально. И на бровях и на коже помадка высыхает довольно-таки быстро. С руки сводчик еле-еле отмыла мицеллярной водичкой. Но все-таки слишком ярковатые бровочки. Я хочу их дополнительно и зафиксировать, и немножечко сделать не такими яркими. Сделаю это при помощи вот такого вот геля-фиксатора от Luxe Visage. Он вообще идет прозрачный. Но из-за моих помадок и карандашей уже, как вы видите, цвет стал такой слегка коричневый. Этот гель хорошо фиксирует волоски. Мне этой фиксации хватает на весь день. Пользуюсь этим гелем уже очень давно, ежедневно. И как вы видите, бутылочка у меня не то, что наполовину полная, а даже больше, чем наполовину. При помощи этого геля излишки помадки уберутся, и бровки будут не такие уж прям, знаете, темные. Я думаю, как раз пришло время делать макияж глаз. В этом заказе я купила три палетки под названием «Коктейль» и одна вот такая вот палеточка «Топ Ньют» называется. Все палетки в одном видео очень сложно затронуть, потому что видео получится где-то часа полтора. Поэтому вот эти вот тени я буду обязательно тестировать в отдельном видео. Сегодня могу только открыть и так вам их просто показать. Может быть, сделаем сводчи. И скорее всего, что сегодня я буду краситься именно вот этой вот палеточкой. Она очень интересная. Здесь довольно-таки насыщенные оттенки. Здесь у нас в упаковочке есть зеркало. И оттеночки выглядят вот таким вот образом. Они все очень такие яркие, красивые. И если честно, я раньше думала, что вот эти темные оттенки, они матовые. Но на самом деле нет. Они с небольшим таким сиянием, я бы сказала, что они слегка сатиновые. И мне очень любопытно, получится ли при помощи вот этой вот, только вот этой палетки, сделать полноценный красивый макияж на глазах. Потому что матовых оттенков здесь нету, чтобы прорабатывать складку века. Поэтому придется работать именно вот этими сияшками, которые здесь есть. Также в комплекте есть вот такие вот шиммерные два оттенка, которые безумно красиво смотрятся. Но они немножечко крошатся. Возможно, при работе на веках будут нюансы. Возможно, будет очень сильно много осыпаний. Все это мы увидим. Предлагаю начать с того, что я сделаю сводчики, а затем уже будем краситься. Начну с вот этих вот двух оттенков. Они безумно, безумно, безумно красивые. Смотрите, какая красота. Это все сводчи с вот этой вот палетки. Это прям безумно красивые оттенки. Каждый уникальный, можно так сказать. Вот эти верхние шиммерные вообще очень красивые. Последние два вот этих оттенка, они даже между собой чем-то похожи. Хотя вот здесь вот в упаковочке они отличаются. Но на руке они смотрятся практически одинаково. Все как бы круто, все неплохо. Но есть большой недостаток. Вот эти все сияющие оттенки, они как-то крошатся. На коже при движении, когда рукой туда-сюда повертеть, оттеночки ложатся какими-то хлопьями. Возможно, на веках тоже будут такие нюансы. Честно говоря, не знаю, потому что этими тенями я еще на глазки не пользовалась. Беру вот такую вот кисть бочоночек. И, наверное, начну... Вот даже не знаю, с чего начать, если честно. Давайте возьмем вот этот вот фиолетовый оттеночек. Он очень красивый. Вот этот вот. Наберем его немножечко и попытаемся им затемнить внешний уголочек. Цвет действительно интересный. Вы знаете, на коже он не выглядит слишком сияющим. В принципе, он смотрится довольно-таки неплохо. Берем теперь вот такую пушистую, жесткую кисть и будем немножечко выводить форму. Буду вытягивать немножечко хвостики вот сюда вот к височкам. Смотрите, я этим фиолетовым оттеночком немножечко попыталась вытянуть, вот так вот растушевать к височкам и заодно прошлась по нижнему веку. Вот так вот смотрится вроде более-менее хорошо. Цвет действительно очень интересный. Вы знаете, зеркальце в этой палетке не зря сделано. Очень удобно держать вот так вот в руке эту палетку. Она, кстати, картонная на магните. Вот смотрите. Вот и все. Хорошая палеточка в плане комфорта использования. Она очень удобная. Фиолетовый оттенок однозначно симпатичный. Мне нравится. Его даже можно полностью нанести на все подвижное веко. В принципе, слегка растушевать в складочку века и все. Можно даже просто с одним вот таким вот оттенком ходить. Будет уже очень красиво. Но мы, конечно же, на этом не остановимся. Предлагаю следующим оттеночком взять, знаете, какой... Мне почему-то очень хочется вот такой вот зеленоватый-голубоватый попробовать. Возможно, в этом макияже он не совсем будет уместен. Но очень интересно его все-таки мазнуть хоть где-нибудь. Беру вот такую вот кисть слегка сплюснутую, широкую. Набираем наш зелененький оттеночек. И вот таким вот движением слегка вот сюда вот наносим. И предлагаю взять вот такой вот нежно-сиреневый оттеночек, нанести его во внутренний уголочек. Беру вот такую вот маленькую кисточку. Набираем наш сиреневый оттенок. И вот сюда вот будем наносить. Затем берем пушистую кисть и немножечко проходимся вот здесь, вот в районе складочки века. Вот так вот все смотрится. Уже очень сильно вот здесь вот посыпались все тени. И вы знаете, эти оттенки сатиновыми очень плохо тушуются. Прям невозможно. Когда пытаюсь растушевать в складке века, осыпается все и пигмента остается очень мало. Поэтому вот такая вот тушевка у нас с вами, скорее всего, и останется. Потому что если сильнее растушевывать, будет какое-то пятно непонятное. Я думаю, что на нашем правом глазу мы больше ничего такого корректировать не будем. Эти три оттенка между собой сочетаются. Но, конечно, немножечко странновато все это выглядит. Давайте, наверное, для интереса нанесем немножечко жидкого глиттера. Он, конечно, у нас идет в таком розовеньком оттеночке. Но экспериментировать так экспериментировать. Посмотрим, что из этого получится. Здесь вот такой вот аппликатор. И давайте вот сюда, где-то сбоку, сделаем свотч. Смотрите. Буду наносить вот сюда, вот по центру. Глиттер на самом деле очень красивый, такой блестящий. Но мне кажется, что все-таки в этом макияже все немножечко портит вот этот вот зеленовато-голубоватый оттенок. Им лучше пользоваться где-то отдельно. Потому что здесь в этом сочетании с фиолетовым он как-то смотрится не совсем круто. Предлагаю теперь переходить на левый глаз. И начнем мы опять с вот этого вот фиолетовенького оттеночка. Потому что он мне как-то очень сильно понравился. Опять берем вот эту вот кисть бочоночек. Слегка набираю, встряхиваю. И уже наношу вот сюда вот в складочку века. И буду растушевывать. Субтитры подогнал «Симон» Я закончила распределять, растушевывать наш фиолетовый оттенок. Я добавила его немножко во внешний уголочек и во внутренний уголочек. Сюда по центру буду наносить сияшечку. Но перед этим я думаю, что нужно затемнить нижний ресничный ряд. И для этого возьмем вот такой вот второй оттенок. Он такой какой-то морской, темно-темно-синий. Вот какой-то такой насыщенный прикольный цвет. Я думаю, для его нанесения мне понадобится вот такая вот плоская кисть. А еще лучше, наверное, возьмем кисть чуть-чуть поменьше, вот такую вот сплюснутую. Вот так вот набираем слегка, совсем чуть-чуть. Обязательно встряхиваем. И только потом уже наносим на века. Вовремя растушевывая, довольно-таки неплохо все смотрится. С такой легкой дымкой получается. И не слишком темные, и не слишком светлые. Прям довольно-таки интересно смотрится. По центру подвижного века я хочу нанести вот этот вот оттеночек первый. Он немножечко идет с такой розовиночкой. Он как-то, кажется, мне будет там смотреться прям идеально. Хотя, знаете, давайте возьмем вот такие вот два сводчика сделаем. Прикладем немножечко и посмотрим. Это первый сияющий оттенок. Смотрите, как будет смотреться. И второй. Плюс-минус они, как по мне, выглядят одинаково. Но все-таки попробуем нанести первый оттенок. Почему-то мне кажется, что с такой легкой розовиночкой он лучше впишется в нашу такую темную складку фиолетовую. Для нанесения вот этого первого оттеночка я возьму вот такую сплюснутую кисть. Набираем. И будем переносить на века. Но не просто впечатывающими движениями, а немножечко растираем. Смотрите, как прикольно смотрится такое сочетание. Мне нравится. Очень так интересно смотрится. И нижняя века хорошо выделена, подчеркнута таким голубовато-синеватым оттеночком. И верхняя. Очень прикольно. Вот этот первый оттеночек, он интересный, но, как по мне, кистью он переносится, знаете, таким полупрозрачным каким-то оттеночком. Не знаю почему, может быть, пальчиком было бы лучше. Или, знаете, даже нанести влажным способом, мне кажется, было бы вообще супер. Потому что кистью реально он как-то с проплешинками ложится. Не знаю почему, но вот как-то так. Давайте для интереса я наберу его пальчиком. И попробую немножечко добавить. При нанесении пальцем реально пигментация получается намного выше. Прям очень ярко так смотрится. Вы знаете, здесь такая яркость при помощи глиттера, а здесь при помощи этого сияющего оттенка. Ну, кстати, классно смотрится, но обязательно нужно немножечко растушевать. Вот здесь вот, чтобы не было грубой границы. И, я думаю, получится очень интересно. Да, вы знаете, вот такое сочетание на левом глазу мне прям безумно нравится. Очень красиво. Если уже и брать эту палетку, она, кстати, у меня в оттеночке 03, то вот такой вариант макияжа делать очень даже прикольно. Но учитывайте то, что века лучше все-таки припудрить, потому что вот эти темные оттенки будут ложиться пятнышками. Мне вот здесь вот без пудры пришлось немножечко, знаете, понапрягаться, чтобы растушевать. Но в целом вроде бы все получилось более-менее хорошо. Вы знаете, на левом глазу я больше ничего подправлять не буду. Мне нравится все, как здесь смотрится. Очень достойно, прикольно, прям круто. Такая вот комбинация трех цветов. Вот этот вот первый, затем фиолетовый и темно-синий. Смотрится очень круто. Мне кажется, нужно дорисовать стрелочку и подкрасить реснички. Я давно пользовалась вот этой вот подводкой от Reluie. Покупала не в предыдущем заказе, а уже довольно-таки давно и брала на сайте Makeup. По-моему, я ей пользовалась раза два всего лишь. И, честно говоря, мне просто захотелось ее еще раз попробовать, поэтому решила, что в сегодняшнем макияже будем использовать именно ее. Она, правда, у меня коричневая, но я надеюсь, что макияж она не испортит. Ну, смотрите, на левом глазу даже с такой коричневой подводкой все равно смотрится очень даже прикольно. Несмотря на то, что хвостик я такой длинный сделала, макияж на левом глазу я считаю, что не испортит. В принципе, очень даже так гармонично. У этой подводки есть два, грубо говоря, недостатка. И оба связаны с тем, что кисточка у этого продукта очень длинная. Ею, конечно, удобно вот такие длинные хвосты рисовать, но в тот же момент вот здесь, вот во внутреннем уголочке рисовать не совсем удобно, потому что кончик быстро высыхает и получаются иногда какие-то проплешинки. Поэтому пользоваться ею нужно очень быстро и очень аккуратно. Тушь я выбрала от Vivienne Sabo Cabaret вот такую вот. И будем сейчас красить наши реснички. Беру зеркальце из этой палеточки и прям глядя в него буду красить наши ресницы. В итоге у нас получается вот такой вот макияж глаз. Тушь очень хорошо подчеркивает сегодняшний макияж, потому что эта тушь параллельно и удлиняет реснички и придает им объем. Довольно-таки неплохо все смотрится, но мне, честно говоря, больше нравится вот такой вот вариант. Хотя на правом глазу тоже довольно-таки интересно все смотрится. Предлагаю, наверное, оформлять немножечко осколки, наносить румяшки, хайлайтер, а затем уже перейдем к макияжу губ. И давайте, наверное, начнем со скульптора. Скульптор будет вот такой вот. Это идет как бы румяна от Lamelle. Оттенок вот такой вот тауповый. Им очень хорошо делать скулки. Беру кисточку. Наверное, возьму вот такую вот небольшую для скульптурирования. Набираю. Набирается хорошо, но очень сильно пылят. Обязательно встряхиваем и затем вот такими вот движениями наносим. Остатками из кисти можно затемнить вот здесь вот эти вот участки, чтобы визуально, знаете, казалось, что у меня больше волос, потому что волосы у меня абсолютно не густые. И такой вот лайфхак помогает немножечко исузить лоб и немножечко как бы сделать эффект пышных густых волос. Давайте, наверное, сделаю вам сводч этого скульптора. Вот так вот он выглядит на руке. Такой холодноватый, правильный оттенок тени. Довольно-таки симпатичный. Теперь давайте переходить к румянам. Румяна вот такие. Называется Brilliant Blush. Вот так вот. У меня оттеночек 0.1. Кстати, румяна вот эти для скул идут в 404 оттеночке. Но, во всяком случае, все сегодняшние продукты, подробное описание по поводу цены, веса, оттенка будут внизу в описании. Румяна очень интересные. Я ими еще ни разу не пользовалась. Давайте попробуем сделать сводч. Но мне уже, честно говоря, не нравится вот эта вот шершавая поверхность этих румян. И они, знаете, очень такие бледненькие, очень нежные. Визуально смотрятся более ярко, но на коже их практически не видно. Совсем-совсем чуть-чуть вот здесь вот. Прям такие, знаете, очень-очень нежные. Можно брать смело более такой яркий красновато-розовый оттенок. И он будет как раз более заметным на коже. Вот этот вот первый оттенок, он прям такой нежный-нежный для дневного макияжа. Но выглядит очень красиво, очень так презентабельно. Здесь вот эти вот белые участки, они идут немножечко с сиянием. Поэтому могу сказать, что эти румяна немножко, знаете, освежают и как бы дают легкий-легкий эффект сияния. У меня есть вот такая вот большая сплюснутая кисть. Она якобы идет для скол, но я думаю, что наносить румяна ей гораздо лучше. Набираем прям хорошенечко, не жалеем вот так вот румяна. Слегка встряхиваем и вот таким вот образом вот сюда вот наносим. И эффект ну очень минимальный, прям очень-очень слабенький. Практически ничего и не видно. Но все равно разница между вот этой вот левой стороной и правой чуть-чуть есть. Правая сторона смотрится чуть-чуть свежее. Опять набираем обильненько. Я думаю, можно даже не встряхивать и наносим на вот эту вот левую сторону. Прям очень такой минимальный эффект. Но знаете, когда хочется сделать очень натуральный и естественный макияж, то можно воспользоваться этими румянами. Но все-таки мне как-то, знаете, хотелось бы пигментации поярче, побольше. Но опять же, если вам, допустим, надо на работу и очень такой скромный нежный макияж, то эти румяна вам помогут. Или если вы девушка-подросток и вам в школу нельзя, допустим, или в университет, такие, знаете, броские оттенки, то такой вот вариант румян тоже, я думаю, подойдет. Ну, я предпочитаю, конечно, поярче, но в коллекции пускай будет и такие вот нежные-нежные румяшки. Можно немножко вот сюда вот на нос нанести. Вы знаете, что я вспомнила, я забыла нанести пудру. У меня пудра от Глэмби вот такая, это оттеночек 0,5. Это идет, получается, финишная, прозрачная вот такая вот белесая пудра. Она с виду, конечно, очень белая, но на коже при растушевке ее не видно. Давайте, наверное, нанесем пудру на Т-зону, немножечко вот сюда вот на щечки и на лоб, потому что лоб уже немножко сияет, но, в принципе, не критично. Беру пушистую кисть, набираю. Правда, есть один недостаток, то, что эта пудра очень сильно крошится и осыпается. Встряхиваем и прикладывающими движениями наносим. Кстати, такой вариант пудр был и в других оттенках, более таких кремовых. То есть, можно выбрать тот оттенок, который вам нужен. Но я не хотела брать какой-то цвет, мне просто нужна была пудра для того, чтобы немножечко зафиксировать тональный крем. Поэтому я специально выбрала вот такую вот прозрачную беленькую пудрочку. Ну, вы знаете, мотирует хорошо. Вот здесь вот, где было сияние, кожа уже не сияет, все смотрится хорошо. И при этом тональный крем не стало сильнее заметно и поры вроде бы не подчеркнут. То есть, пудра в целом смотрится очень хорошо. Теперь самое интересное, это вот такой вот хайлайтер. Здесь получается один универсальный оттенок, который называется гипноз. То есть, он такой, как бы, дуахромный. Очень такой специфический хайлайтер, но купила чисто с интереса. Объем 8 грамм. Это очень много для хайлайтера. Здесь внутри у нас с вами огромное большое зеркало. Честно говоря, в последнее время мне очень удобно в это зеркало краситься. Прям очень круто. Практически все лицо помещается. И сам хайлайтер выглядит вот таким вот образом. Он вроде бы светленький, вроде бы, знаете, такой кремовый. Но в то же время он переливается каким-то розово-фиолетовым оттенком. Я же говорю, очень такой специфический цвет, потому что не всем такой цвет подойдет. Мне, наверное, такой цвет не подойдет. Но чисто в сегодняшнем макияже попробовать все-таки стоит. При растушевке сильнее заметен такой фиолетовенький оттеночек. Ну, посмотрим, что из этого получится. Нанесем на кончик носика. И вот сюда вот немножко на губу. Еще забыла вам сказать, что у этого хайлайтера довольно-таки специфический запах. Если на расстоянии нюхать, как будто пахнет немножко, знаете, сладкой какой-то карамелью. Но если вблизи, то это приторный такой сладкий аромат с какой-то химией в перемешку. И это довольно-таки, знаете, рисковатый такой запах. Но в целом неплохо. Но лучше прям очень близко не нюхать. Потому что специфический все-таки запах. Я сразу беру вот такую вот большую пушистенькую кисть. Набираю. Но набираю немножко. Стряхиваю обязательно. И вот таким вот образом буду наносить. Прям сияние ого-го. Просто. Просто очень сильное. Ну, знаете, под сегодняшний такой фиолетово-розовенький макияж, такой хайлайтер, в принципе, смотрится довольно гармонично. Но в ежедневной обычной жизни, наверное, это прям чересчур зарко. Чересчур как-то, знаете, инородненько смотрится. Даже если вот так вот ровно сидеть, все равно видно, что оттенок какой-то такой серовато-фиолетовенький. По идее, как понять, что вам хайлайтер хорошо подходит. То есть вы его наносите, когда падает на вас свет, сияние есть. Но когда вы сидите ровно без того, что на вас падает свет, как бы на коже не должно быть видно никакого пятна. То есть вроде бы чистая ваша кожа, но когда поворачиваетесь и светит на вас свет, получается сияние какого-то определенного цвета. И вот с этим хайлайтером, когда я сижу ровно, смотрю на себя в зеркало, свет на меня сейчас не падает на эту область, где хайлайтер, но я вижу вот это вот пятно. Поэтому могу сказать, что этот хайлайтер лично мне по цвету не подходит. Не знаю, как вам, но мне все-таки он как-то темноват. Набираем, встряхиваем и наносим на левую сторону. Ну что же, с макияжем всего лица мы вроде бы закончили. Думаю, самое время переходить к макияжу губ. Для губ у меня два карандаша от Глэмби. Они не самые дешевые, по-моему, 35 гривен один. Но карандаши на самом деле очень прикольные. Они как помада, очень легко наносятся. Я бы сказала, что они гелевые, но здесь нигде не указано, что это гелевый карандаш. Как бы написано, что это обычный карандаш. Но по текстуре ничем не хуже гелевых карандашей. Наносятся мягко, легко, носятся хорошо, комфортно. Губы не стягивают, не пересушивают. Выглядит как помада полноценная. Прям мне понравилось. И вот такая вот помада матовая. Вот в таком вот оформлении получается. Вот это вот у меня оттеночек 10. Вот такой вот цвет. Давайте, наверное, сделаю сводчик. Помадка идет больше как увлажняющая. Она немножечко матирует, но, как по мне, все-таки больше увлажняющая. Затем карандаш в 101 оттенке. Он немножко такой коричневатый. Вот такой вот. И карандаш в оттеночке 102. Он уже более розовый. И, как по мне, хорошо подходит под сегодняшнюю помаду. Давайте, наверное, начнем с нашего 102 оттеночка. Возьмем зеркальце с хайлайтера. В него удобно смотреться. И прорисую контур вот этим вот карандашом. И вот так вот выглядит просто обведенный контур. Я думаю, что внутрь губ мы будем наносить вот эту вот матовую помаду. И должно получиться что-то очень интересненькое. И вот так вот смотрится наша матовая помада в оттеночке 10. Она такая насыщенная, розово-красная. Вот какая-то такая. Я не слишком любитель таких ярких помад, но вроде бы смотрится неплохо. Несмотря на то, что у меня губы немножечко пересушены, немножечко потрескались, помада легла ровно, симпатично, без каких-то подчеркиваний моих сухостей. Давайте теперь чуть ближе посмотрим на мои губы. Довольно неплохая помада. Очень приятная у нее текстура. Очень комфортная на губах. И действительно носится довольно-таки неплохо. Конечно же, полноценный прием пищи не выдержит. Как бы вот здесь вот контур останется, но внутри все будет съедено, скажем так. Поэтому, если будете пользоваться этой помадой, то обязательно носите ее с собой в сумочке. Когда где-то что-то перекусите или попьете чашечку кофе или чая, обязательно нужно будет подправить макияж губ. Но сейчас я отлучусь, вытру свои губки, и мы перейдем ко второму карандашу. Теперь переходим к карандашу в оттеночке 104. Он такой коричневатый, и его я буду наносить полностью и на контур губ, и по центру. В общем, все губки буду заполнять именно карандашом. У меня есть матовая помада в таком цвете от Элен. И этот карандаш в тандеме с той помадой смотрится просто великолепно. Но сегодня я буду наносить просто чисто карандаш. И вот так вот смотрится наш карандаш в оттеночке 104. Собственно, вот такой вот макияж у меня по итогу получился. Предлагаю чуть ближе на него посмотреть и оценить мою сегодняшнюю работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В целом я осталась довольна сегодняшним результатом. В принципе, все довольно-таки неплохо. Единственное, что мне все-таки больше нравится левый вариант макияжа глаз. И не совсем прям идеально нравится правый. Но в целом все смотрится более-менее хорошо. Давайте теперь вкратце перейдем к тем продуктам, которые мне понравились. И то, что мне категорически не понравилось. Вот эта палетка 50 на 50. Есть оттенки интересные, есть оттенки не совсем удачные. Вот эти первые два шиммерных оттенка однозначно классные. Вторые два сомнительные. И вот этот вот сиреневый и рядом зеленоватый, они как-то пляшивят на коже. Они как-то не слишком красиво смотрятся. Даже каким-то, знаете, таким серовато-болотным оттенком. И лично на моих глазах, под мой цвет глаз, это не совсем прям идеально смотрится. Как-то, ну не знаю, как-то просто некрасиво. А остальные темные оттенки, в принципе, хорошие. Вот этот и вот этот мне понравились. Третий оттенок, он тоже плюс-минус на них похож. Если брать по скидке эту палетку, то однозначно попробовать можно. Хорошо сочетать ее с какой-то другой палеткой, где есть матовые оттенки. В принципе, как бюджетный вариант, то я считаю, что пускай будет. Значит, по поводу вот этого хайлайтера Гипноз. Мне он вообще никак не понравился, не зашел, не подошел, не впечатлил. Конечно, сияние прям космос, смотрите, очень сильно сияет. Но оттенок какой-то, ну вообще неудачный. Поэтому, если вам нужно для каких-то таких неординарных образов, для чего-то прям мега яркого, то однозначно да. Но если вы хотите хайлайтер для повседневной жизни, то этот хайлайтер, увы, для этой цели не подойдет. Тональный крем, он мне безумно нравится, я им пользуюсь уже давно, пользуюсь регулярно. Все как бы круто, бюджетный и очень даже надежный. По поводу глиттера, смотрится тоже очень интересно, симпатично, довольно таки стойкий, как бюджетный вариант, то очень даже советую. По поводу вот этой подводки, в принципе ничего, но мне она не слишком нравится, поэтому советовать ее я все-таки не буду. Карандаши Глэнби. Как вы видите, у меня сейчас на губах только карандаш, и он смотрится как полноценная помада, поэтому за такую цену я считаю, что очень даже удачный вариант. Пудра. Пудра хорошая, интересная, не слишком бюджетная, но и не заоблачная цена. 89, по-моему, гривен за вот эту вот упаковочку, это довольно оправданная, нормальная, хорошая цена. Плюс объем 7 грамм, 7 грамм это немало, в целом прессованной пудры 7 грамм вам хватит довольно таки надолго. По поводу румян. Румяна советовать не могу, потому что как-то, ну не знаю, мне они не слишком понравились. Как я уже ранее говорила, если вам нужен макияж без макияжа, то вполне можете купить, но если вы хотите подчеркнуть как-то свои щечки, то однозначно нужно хотя бы взять оттенок поярче. Матовая помада. Очень неплохо, как за свою цену, я, по-моему, ее брала за 35 гривен по скидке, то очень даже неплохо. Румяна ламель нравится, пользуюсь давно, все время вам рекомендую. В этом видео я тоже буду за них держать пальчики вверх, потому что продукт действительно очень бюджетный и очень даже качественный. Тушь от Vivienne Sabo. Мне нравится, хорошо работает с моими ресничками. Реснички у меня не густые, они всегда торчат в разные стороны и эта тушь хорошо мне их и удлиняет, и утолщает, и параллельно разглаживает в том направлении, в котором мне нужно. Поэтому однозначно да. Следующие продукты, это помадка для бровей и гель от Luxe Visage. В тандеме мне понравилось, как они смотрятся на моих бровях. Все легло очень хорошо, достойно. Цвет получился красивый. Не слишком темный, не слишком яркий и не бредный. Прямо то, что нужно. Поэтому, в принципе, советовать могу. И как бы все, все, что я в этом видео использовала, я вам показала и рассказала свое впечатление. Остальные новинки в виде вот таких вот теней выйдут в отдельном видео, где я их хорошенько протестирую. Подробно вам о них расскажу. Поэтому не пропускайте. Совсем скоро, я думаю, что это видео появится на моем канале. Ну, а на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Спасибо большое, что были со мной и смотрели это видео. Если оно вам хоть немножечко, но все-таки было интересным и полезным, то обязательно поддержите меня пальчиками вверх. Пишите свои комментарии. Не забывайте подписаться. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok